Заколоченными окнами встречает прохожих дом рязанского путешественника Лаврентия Загозкина. Его начали восстанавливать еще в начале 2000-х, а в 2015 году дом расселили и передали музею путешественников. Однако он находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте, который систематически откладывается. Выдано охранное обязательство на это здание и управление по охране объектов культурного наследия. Здание признано в неудовлетворительном состоянии. Сегодня разработан проект реконструкции и реставрации этого дома на сумму 38 миллионов 100 тысяч рублей. После определения финансирования запланирована реконструкция этого дома. После ремонта в нем расположится музей Русской Америки. Ее открывали дважды. Сначала это сделал Колумб со стороны Атлантического океана, а затем русские исследователи. Они прошли на Аляску суши по велению Петра Первого. Для дальнейшего освоения придумали кругосветные путешествия. В числе исследователей был Лаврентий Загозкин. Загозкин вообще во всем мире знает. Это человек, который первые материковые части Аляски изучил и исходил все, изведал. Юкон Кускаквин, крупнейшие реки. Со всеми там сложностями перезнакомился. Со всеми индейскими племенами, которые очень к нам относились. И не всегда доброжелательно. Только ему удалось застать и описать начальный, едва ли не первобытный период существования местных народов. Найти средства на реставрацию дома путешественника поручили Управлению капитального строительства администрации Рязани. Однако губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что в ближайшее время ресурсов на его восстановление не будет. И предложил общественности присоединиться к проекту. Рязанцы должны быть заинтересованы в сохранении имени, имен, в том числе всех рязанцев, которые участвовали в открытии, в освоении Русской Америки. А имена рязанцев очень знаменитые. Это не только Лаврентий Теретьевич Загозкин. У нас Василий Михайлович Головин, Александр Павлович Айвинов, у нас Чихачок, у нас Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Стоит отметить, что в музее путешественников уже собрана богатая коллекция, в которой около 200 экспонатов. Это предметы, привезенные из Аляски в ходе собственных экспедиций, а также подарки гостей, рассказывающие о быте и культуре северных народов. Часть экспозиции уже можно увидеть в музее, например, шкуру колана. У колана самая плотная шерсть, мех вообще в мире. Вот у нас с вами на голове, вернее, у вас, у меня в отдельности, столько, извините за выражение, шерсти, волос, сколько у колана на одном квадратном сантиметре. Представляете, какая плотность. У него жира нет вообще у этого животного, и поэтому шкура его имеет огромную ценность. Сам Рязанский музей путешественников тоже претерпит изменения. Уже прошло несколько рабочих совещаний по его развитию. В том числе обсуждается вопрос о строительстве нового здания. В него переедет основная экспозиция, а музей выйдет на новый межрегиональный уровень. Его фонды уже пополняются уникальными экспонатами из музеев со всей страны. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».